Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева Черкесия, с вами Мурат Жанкёзов. Сегодня Республика начинает отмечать официально 100-летие со дня образования Карачаева Черкесии. Главу Рашида Тимрезова и жителей многонационального региона поздравляют первые лица государства и коллеги. Успехов на благо Республики и всей России пожелал президент Российской Федерации Владимир Путин. Вы по праву можете гордиться родным краем, древней и самобытной культурой живущих здесь народов, именами и достижениями многих поколений предков, вписавших яркие страницы в историю Отечества. Сегодня регион обладает серьезным потенциалом развития, хорошими возможностями для привлечения крупных инвестиций в экономику, науку, социальную и туристическую сферы. И, конечно, важно уделять неустанное внимание реализации инфраструктурных проектов, созданию новых современных рабочих мест, повышению качества жизни людей. Желаю вам успехов на благо Республики и всей России, говорится в поздравительной телеграмме главы государства. Поздравления поступают и от глав регионов. Искренние слова с пожеланиями мира и процветания Братской Карачаево-Черкесии направил глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов. Он отметил, что вековой юбилей в этом году объединил Карачаево-Черкесию, Кабардино-Балкарию и Адыгею. И благодаря совместным мероприятиям мы сможем стать еще ближе, укрепить многовековую дружбу между регионами и братскими народами. Уважаемый Рашид Борисбеевич, уважаемые жители Карачаева-Черкесии, от имени многонационального народа Адыгеи и от себя лично поздравляю вас со столетием Карачаева-Черкесии. Вы можете по праву гордиться родной республикой, ее гостеприимством и межнациональным согласием, уникальным культурно-историческим наследием. Славу региона составляют достижения каждого поколения ваших земляков, их трудовые успехи, ратные подвиги, преданность родной земле. Важно, что вы бережно относитесь к наследию предшественников. Воспитывайте молодежь в уважении к многовековым традициям народов Карачаева-Черкесии. Оставаясь единой большой командой, вы укрепляете экономику региона, решаете социальные вопросы, добиваетесь значимых успехов в промышленности, аграрном секторе, туризме. В Адыгее дорожат исторической дружбой наших регионов и искренне разделяют радость вашего праздника. Он общий для нас. Обе наши республики прошли вековой путь развития. При этом мы всегда оставались надежными друзьями, поддерживали друг друга, постоянно укрепляли культурные и деловые связи. Будем и дальше расширять межрегиональное сотрудничество на благо народов Адыгеи и Карачаева-Черкесии, на благо всей нашей многонациональной страны. В этот праздничный день желаю вам, уважаемый Рашид Борисбиевич, всем жителям Карачаева-Черкесии крепкого здоровья, благополучия, новых успехов в ответственном труде, а вашей республике дальнейшего развития и процветания. С юбилеем вас! Республики. В школе аула Мало-Абазинск состоялось мероприятие, посвященное 100-летнему юбилею первого абазинского профессионального писателя, прозаика и поэта-песенника Пасарби Цекова. Альбина Курачинова-Кенжева подробнее. Пасарби Кучукович Цеков родился в ауле Инжичукун 1 сентября 1922 года. Но в 1926 году семья перебралась в Мало-Абазинку. После окончания 7-летней школы поступил в Черкесское педучилище, переводил стихи великих классиков на абазинский язык, да и сам начал писать. Работал в Абазинской газете. В 1941 году был призван в армию. Учился в Волгоградском училище связи. Затем был направлен в 4-ю воздушно-десантную бригаду помощником командира взвода. В 1942 году в боях под Армавиром попал в плен, из которого благополучно сбежал и спас раненого товарища. Принимал участие в походах и боях Великой Отечественной войны почти до ее окончания. Проявил себя как мужественный боец и бесстрашный воин. Это знаковая личность, очень значимая и очень важная личность. Но в первую очередь это был поэт и писатель из тех, кто первым, одним из первых вступил в абазинскую литературу еще в довоенный период. Первые его стихи были опубликованы еще в 39-40-41 годах. Он прошел дорогами войны, был участником войны. Но и после войны он вернулся к творчеству. Параллельно, кстати, был учителем. С 1966 по 67 учился при литературном институте в Москве. Полученный опыт применял в работе на радио, в печати, не переставал писать свои произведения. К сожалению, после продолжительной болезни скончался на 63-м году жизни. Как человек был очень добрый, ответственный. Про таких говорят душа компании. Присутствующие на мероприятии учителя, общественные деятели, писатели говорили о большом вкладе Пасаби Цекова в развитии абазинской литературы. Всем уважаемый он был. Все его любили. Все его хорошо помнить и помнить, и чтять его. Как хорошего человека. Город нашего земляка. Школа-аула носит имя достойного сына абазинского народа и талантливого писателя. Ежегодно проводятся памятные вечера и мероприятия. Память о Пасаби Цекове тут чтят из поколения в поколение со школьной скамьи. Альбина Курочинова-Кенджева, Фатима Хунова-Алибастанов. Вести Карачаева-Черкесия. Мала-Абазинск. Сейчас время прогноза погоды. После мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии местами небольшой дождь-туман. Ветер северной четверти 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11. В горах местами 0, плюс 5. Днем плюс 14, плюс 19. В горах местами плюс 9, плюс 14 градусов. В Черкесске ночью и утром слабый дождь. Днем без существенных осадков. Ветер северной четверти 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 11. Днем плюс 16, плюс 18 градусов. Атовая база «Жасмин Текстиль» предлагает в широком ассортименте приданное для невест, постельные принадлежности, полотенца и многое другое. Скидка 30% на все. Наличные и безналичные расчеты, а также кредит. Черкесск, улица Октябрьская, 321-Б. Телефон 8-938-030-30-50. Впервые в СКФО. Международная выставка Минводы Агрос 14 по 16 сентября. Приглашаем всех аграриев Северного Кавказа. На одной площадке более 150 производителей и поставщиков. Десятки образцов сельхозтехники, агрохимия, ветпрепараты, корма. Выставочный центр Минводы Экспо. 14-16 сентября. Получите бесплатный билет на выставку на минводы. Агро.рф. 12+. Боль – это не самый лучший спутник жизни. Можно и нужно жить без боли. Специалисты клиники Елены Малышевой в Ставрополье знают, как вам помочь. Не стесняйтесь, не ждите, не терпите. Приходите, и эти специалисты вам помогут. Жить без боли – это счастье. Карачаево-Балкарский культурный центр «Алан» в Ставрополе. Активно включается в общественную жизнь, проводит и участвует в различных мероприятиях по сохранению и развитию горских обычаев, традиций, самобытной культуры народов. Тем самым представители молодежи пропагандируют сплоченность и единение всех граждан, прозревающих на территории нашей Родины. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров дал высокую оценку деятельности культурного центра «Алан», пожелал успеха в дальнейшей деятельности и отметил заслугу карачаево-балкарской молодежи в межнациональном взаимодействии и формировании мира на Кавказе. Карачаево-Балкарский культурный центр «Алан» в Ставрополе. Жители из Москвы. Жители республики поздравил глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. Атмосферой праздника зарядился и наш корреспондент Артур Мхце. На главной площади Черкеска сегодня праздник в честь столетия Карачаева-Черкесии. Поздравляем нашу республику с днём рождения. Желаем процветания, мирного неба на половой. Счастья и здоровья всем. С днём рождения Карачаева-Черкесии. Перед жителями и гостями региональной столицы выступили популярные артисты кавказской эстрады и гости из Москвы. Со сцены звучали полюбившиеся многим хиты и новые композиции. Каждое выступление сопровождалось эффектным лазерным шоу. Пришедшие на концерт зрители подпевали своим кумиром. Катившиеся со сцены от исполнителей волны эмоций как бы накрывали поклонников зажигательных песен Ислама Этляшева, Султана Лагучева, а также московских гостей из Five Star Family. Мы танцуем вдвоём, не 10 раз и живём, а дружба я даритный, как газородовый сын. Мы танцуем вдвоём, не 10 раз и живём, дружба я даритный, как газородовый сын. Ты знаешь, а я спрашивать не буду, тебе на глаз дома украду. Завтра концертная программа продолжится на открытом несколько дней назад в стадионе Нарт. Жители Карачаев-Черкесии услышат песни в исполнении звёзд российской эстрады. Зары, Басты, Стаса Михайлова, а также артистов нашей республики Рината Дженебекова и Ислама Этляшева, государственного ансамбля танца Эльбрус и других творческих коллективов. Для удобства происходящее на спортивной арене представление будет транслироваться на нескольких экранах, установленных на центральной площади Черкеска и в амфитеатре парка «Зелёный остров». Это все вести на сегодня. Завтра в республике по указу главы выходной день. Всех ждут на праздновании векового юбилея Карачаева-Черкесии. А прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Елизавета». Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова